Привет! Сегодня второй выпуск огненного рейтинга рубрики, под прошлым выпуском которой вы наставляли много-много положительных комментариев, и поэтому мы решили продолжать. В прошлый раз мы спрашивали вас о русских актерах, а в этот раз мы решили расширить выборку и спросить про зарубежных режиссеров. Напоминаю, что опросы мы проводим в Стелеграме. Подписывайтесь, чтобы принимать участие в таких интерактивах. В опросе про режиссеров приняло участие более двух с половиной тысяч огненных подписчиков, которые высказывали свое мнение к самым разным личностям. Начиная от Кубрика и заканчивая Эдгаром Райтом. И лишь вы определяете место режиссера в итоговой таблице. Редакция Киноогонь просто подводит итоги. Меня зовут Владимир, и сейчас я вам расскажу про режиссеров, которых вы больше всего любите. Про режиссеров, которых вы, ну, не особо так любите, я бы сказал, не любите. И про режиссеров, которых знают вообще все. По традиции начнем с режиссера, которого вы любите. Тут у нас оказался Хаяо Миядзаки. На инфографике сбоку от меня вы видите результаты опроса, также появляются формулы, по которым мы считали, что как. И вы видите, что индекс популярности у Хаяо составил 94. На самом деле он даже чуть-чуть перевалил с него, но мы округляем до целых. И это значит, что 94% респондентов знают Хаяо как режиссера. Также вы видите огненный рейтинг, он составил 49. Это значит, довольно многие из вас поражают свою любовь к Миядзаке. Он стал поистине важнейшим японским режиссером в мировом кинематографе. Миядзаки на таком уровне делает свои аниме-проекты, что их смотрят и любят даже те, кто вообще не воспринимает этот жанр. Вот вы знаете, что в нашей команде по аниме в основном Катя, но немало проектов Миядзаки смотрел и я, и Петр, и Макар. А основатель студии Гибли знает, как найти подход почти к любому зрителю. И признаться, я даже не знаю, вот среди моих знакомых нет людей, которым не нравится Миядзаки. Но, если бы обратить внимание, его угольный рейтинг все же не нулевой, а составляет 2 пункта, что на самом деле смешно, очень мало. Но, ребята, мы изменили формулу его подсчета. На самом деле, вы сами об этом писали, и мы тоже смекнули, что было бы неплохо сделать зеркальную формулу. Вот сейчас появилось сбоку, как мы считаем, по сути, то же самое, что с индексом огня, только теперь наоборот в худшую сторону. Главными работами в фильмографии режиссера, пожалуй, являются «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и «Мой сосед Тотара». Хотя, честно, в тройку лучших можно спокойно ставить и притасовывать почти любой проект режиссера. Он выдал какое-то немыслимое количество очень душевных, цепляющих и красивых проектов. В каждом из них есть интересные герои, обязательно мимичный персонаж вроде Кальцифера и обязательно антивоенный подтекст. Мия Дзаки давно пропагандирует, что нужно жить дружно, этакий японский кот Леопольд. Кстати, чуть не забыл, у нас есть еще одно нововведение в этой рубрике. Помимо отношения к режиссерам, мы просили вас написать ваш возраст, полколичества просмотренных за месяц проектов и как именно вы их смотрите. Так что теперь мы можем опираться и на эти данные. Признаюсь, я бы сам все это не смог заанализировать, очень это все сложно, и моя голова уже не справляется. Но мне написала волшебная девушка Елизавета, которая больше шарит за опросы, за их анализ, и с помощью нее мы смогли придумать такие фишки. Будут каждому режиссеру выданы ачивки, точнее по одной ачивке, а не же достижения. И что это вообще значит? Например, вот мы проанализировали, что господин Миядзаки больше любит женщины. То есть у нас есть прямая корреляция между тем, как к режиссеру относятся и полом. И теперь из-за того, что женщина чаще ему ставит огонь, если некоторые в Айбэй Тиндера не находите, мы даем ему ачивку «Дамский угодник». Сразу скажу, «Угольная семерка» у нас по большей части будет слабенькая. Потому что вот российских актеров вы как-то, ну, потому что они свои, родные, хейтите побольше. Да и формула была другая. А вот зарубежных режиссеров, ну и в частности, возможно, из-за того, что у нас собраны там в основном глыбы, вы как-то слабоватенько подхейтили, конечно. И если честно, я вообще не мог этого представить, но на седьмом месте угольного рейтинга у нас оказался Джастин Лин. То есть вы реально не очень любите Джастин Лина? Что ж. Индекс его популярности составил всего около 40 пунктов. То есть мало кто его знает, откровенно говоря. Но при этом из тех, кто знают, относится к нему не очень хорошо. И его угольный рейтинг составил 6 пунктов. У меня есть несколько теорий о том, почему вам не особенно-то и нравится Джастин Лин. Главное, он снял 5 Форсажей. А чем дальше заходит эта франшиза, тем больше к ней хейта. Хотя я вот очень люблю пятую часть и готов за нее ему простить все. А вторая теория, его еще и перестали любить обожатели Форсажа. Потому что он поссорился с Вином Дизелем и покинул съемки 10 Форсажа. Тем самым подставив и студию, и съемочную команду. И сделал это прям перед самым стартом съемок. Одна теория не отменяет другую. Он попал под этот перекрестный обстрел. Его не любят и любители Форсажа, и наоборот хейтеры Форсажа. Но, конечно, мне кажется, если бы не было вот всей этой истории перед съемками 10 Форсажа, соответственно, если бы это все не всплыло, то вообще мало бы кто о нем вспомнил. Помимо Форсажа, у него критически не хватает известных работ. Я бы выделил разве что режиссуру нескольких серий настоящего детектива и съемку Стартрек Бесконечность. Ох, не знаю, куда дальше заведет карьера Джастина, но, судя по всему, ему нужно искать место в каком-то драйвовом экшене. Или семейном фильме, если вы понимаете, о чем я. Слаба, ты, конечно, захищенный режиссер, индекс огня у него даже выше, чем индекс угля. У нас такое впервые, но в связи с изменением формулы, готовьтесь, такое будет еще не раз. Так, ну что, нужно выдать какую-то ачивку. И мы совершенно случайно увидели, что мужчины, мои дорогие, любят Джастина Лина больше. И мы не могли не воспользоваться этой возможностью и не выдать ему достижение специалист по мужскому кино. И в этом не мы виноваты, а вы. Вы нам предоставили эту возможность. Знаешь, кто будет виноват, если мы не приедем на пожарную команду через час? Ты? Где? Где? Что, где? Сумки, сумки, камера, сумка с камерой, со звуком сумка, пакет с пакетами, мешки на случай, если съемка идет не по плану. Это же что у тебя было? Это все в прошлом. Теперь у меня для всего вот этого есть один, но очень вместительный рюкзак. Короче, пойдем, я тебе все на ходу расскажу. Рюкзак у меня появился благодаря XD Design, который любезно решили облегчить мои страдания. Он входит в линейку Bobby Hero, особенностями которой являются водоотталкивающая ткань, светоотражающие полосы и скрытые молнии, которые не позволяют карманникам проникать внутрь рюкзака. У серии Hero есть три размера, Small, Regular и XL. Вот XL как раз для таких отбитых, как я. Сюда помещается буквально все, его объем 21,5 литра. Типа туда можно налить 21,5 литр колы? Отдельный карман даже под такой здоровенный ноут, как у меня. Внутрь можно установить специальную перегородку и разделить камеру, объективы, рекордер с петличками, скотч, наушники, еще столько всего, что у меня времени не хватит все это перечислять. Также тут еще несколько карманов имеется. Я туда, кстати, все наши проводки заботливо сложил. А еще есть специальный кармашек для проездного или банковской карты, защиты от считывания карт. Но и это еще не все. Есть отдельное отделение для аккумулятора, благодаря которому можно будет заряжать свои гаджеты прямо по дороге. Ну и что в нынешнем мире особенно важно, рюкзак выполнен из переработанных материалов, о чем даже отдельная бирка говорит. Мы полетели на съемку, а вам оставляем наш огненный промокод ОГОНЬ, который подарит скидку в 25% от акционной стоимости на все рюкзаки и сумки от XD Design. Издеваюсь, Вован. Гость сперва перестал отвечать, а потом оказалось, что его съели коровы. Не будет съемки. Грустно, конечно. Но зато про режиссеров рассказ закончу. Так, ладно, возвращаемся к режиссерам, чтобы обнаружить, что на шестом месте Дэвид Финчер! Обалдеть. Я думал, он будет намного выше. Что случилось? Давайте разбираться. Индекс популярности у него довольно высокий, 98, его знают почти все. Индекс огня составил 51, и казалось бы, высокий показатель, больше 50, но вообще... Но, оказывается, для нашей сегодняшней подборки этого недостаточно даже для того, чтобы оказаться в пятерке. Наиболее успешный период карьеры Финчера, судя по зрительским оценкам, был в 90-е. Там выходили и обожаемый зрителями бойцовский клуб, и шокирующий детектив Сень, и захватывающая игра. В общем, очень мощная троечка. В 21-м же веке у него также немало крутых проектов, но после исчезнувшей в 2014 году именно фильмом режиссер порадовал лишь однажды. В 2019-м вышел Манк. Не знаю, возможно, как-то чуть эмоции у вас, что ли, от него подвыветрились. Не знаю, в чем причина. Но, что показательно, у нас такой впервые индекс угля у человека. Ноль. 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 Вообще нет людей, которые его не любят. Ну, точнее, как. Так, если вот прям совсем быть занудой, ну, у него все-таки 0,2. Но, напоминаю, мы округляем, и в итоге это вообще, можно сказать, статистическая погрешность. Это немного удивительно, учитывая, что в жизни Финчер вроде как не самый приятный человек. Актеров он буквально изнуряет бесконечными дублями. На площадке может спокойно кого-нибудь обматерить, а при выборе проекта частенько показывает продюсерам свои яйца. Последнее вроде как в фигуральном плане. Хотя, кто знает. Но для нас, как зрителя, доходит образцовый продукт. Так что Дэвида в СНГ заслуженно обожают. И для Дэвида у нас есть особенное достижение. Потому что мы обнаружили довольно сильную корреляцию между тем, сколько проектов вы указали в графе, сколько вы смотрите за месяц, и тем, как сильно вы любите Дэвида. Соответственно, чем более насмотренный зритель, тем больше любви к режиссеру. И получается, тот умеет удивлять, преподносить что-то нестандартное в уже вот этот приевшийся жанр. И поэтому мы ему выдаем достижение виртуоз жанра. На шестом месте в угольном рейтинге расположилась Пэйти Дженкинс. За что? Почему? Индекс популярности у него довольно средний, составляет 58. А вот индекс угля поднялся на один пункт по стране с Джастин Лином и составляет 7. Ну, все еще нельзя сказать, что ее вот прям не любят. Но оказывается, она все же более захищенная, чем Джастин Лин. Массовому зрителю она известна исключительно по работе над диалогией Чудо-женщина. Ворнерам была необходима для этого проекта именно женщина. И они взяли работать с Гальгадот, не очень известную до этого момента Пэйти Дженкинс. Первый фильм в целом вышел вполне приемлемым. А если смотреть на окупаемость, то вообще пушка. При бюджете в 150 миллионов проект принес студии более 800. Но сиквел уже не так тепло был принят и зрителями, и критиками. Мне кажется, просто казалось тот факт, что вселенная DC сейчас не особо на подъеме. Также Чудо-женщина оказалась не самым интересным проектом. И вот к Пэйти Дженкинс на съемочной площадке и за ее пределами вряд ли у кого-то есть вопросы. Но также ее и не особо кто-то любит. Индекс огня составил всего 6 целых. Из дальнейших планов Пэйти значились Звездные войны. Но потом этот проект убрали из планов Дисней. Также все еще значится третья часть Чудо-женщины. Но пока непонятны планы Джеймса Ганна, нового босса DC на этого персонажа. Так что тут тоже все под вопросом. Хотелось бы увидеть от Дженкинс какой-то более авторский проект. Может, он бы и подрастопил сердца зрителей. И это единственная женщина-режиссер, ака-режиссерка, в нашем огненном угольном рейтинге. Признаемся, все-таки, наверное, это было ожидаемо. Потому что мужчины чуть более, ну, пока что сильно более популярны в этой профессии. И вот у нас есть интересный факт на основе нашего анализа. Мы у вас спрашивали также про отношения к другим женщинам-режиссерам. Это Хлоя Джао, Грета Гервик, Джейн Кэмпион и другие сверкнувшие женщины. И всегда была одна закономерность. Женщины как-то более лояльно относятся к женщинам. И, соответственно, мы бы хотели дать Петти Дженкинс достижение женской солидарности. На пятом месте огненного рейтинга Мартин Макдонна. Офигеть. У Человека вышло три фильма. На подходе четвертый. Но как же каждый из них любит в СНГ. В итоге далеко не все из вас знают, кто это вообще такой. Его индекс популярности 60 составил. Но он обходит Дэвида Финчера на повороте. Потому что почти все из вас считают, что он о-мужик. И у него индекс огня составил 52. Честно говоря, я очень сильно удивлен этими результатами. Судя по всему, вы прямо эстеты. Первый полуметражный фильм Макдонна «Залечь на дно в брюгге» совершенно магическим образом стал народным фильмом в России. Его стали крутить по телеканалам. Его советуют на каждом углу. И его смотрят буквально все. Хотя я бы не сказал, что это прямо массовое кино в привычном смысле этого слова. И вот мне кажется, что режиссер в первую очередь ценится теми эмоциями, которые он передает через свои проекты. Эти эмоции прям очень сильные. После «Брюги» были чуть менее удачные 7 психопатов. Но в 2017 году все перебывают 3 билборда на границе Эббинга-Миссури. Этот фильм до сих пор в головах зрителя. Он бьет тебя словно обухом по голове. Является мощнейшим киновпечатлением на несколько лет вперед. А банши Инширина, которые должны выйти вот-вот подразогрели инфополе. И напомнили о режиссере-фанатах. В части корреляции у Макдона нет чего-то интересного. Поэтому давайте дадим ачивку ему не связанным с этим. А просто скажем, что он меткий стрелок. Он довольно редко выпускает свои фильмы. Но каждый раз очень метко попадает в зрительское сердечко. Ну и вот дальше в угольном рейтинге все чуть более предсказуемо. На четвертом месте Ларс фон Триер. Его думается мне кто-кто, а он не против здесь оказаться. Фон Триер оказался популярнее своих соседей по угольному рейтингу. Его индекс популярности составляет 87, что ощутимо больше. А вот индекс угля точно такой же, как у Пэйти Дженкинс на первый взгляд. Но при равных показателях мы начинаем считать знаки после запятой. И в итоге у фон Триера индекс угля все-таки на одну десятую целых побольше. Вот это действительно довольно эпатажный режиссер. И во многом сам себе на уме. Он снимал как зрительские хиты вроде Догвиля. Хотя опять же зрительский хит не равно массовое кино, а скорее уважаемое кино. Так и довольно дискомфортное для всех проекты вроде Антихриста и в особенности Дом, который построил Джек. И вот честно признаюсь, я точно вот не тот человек, которому комфортно заходить на территорию фон Триера. Поэтому кино у нас скорее Екатерина. Режиссер заигрывает со зрителем на грани дозволенного. Частенько ходит по грани того, что считается допустимым и что вот ну прямо уже too much. Но в этом и есть его авторский стиль. За это он получил не только определенное количество хейтеров, но и те, кто его считает иконой. И тут начинается самое интересное. Фонд Рирта разделил аудиторию и его индекс огня, внимание, в два раза больше, чем индекс угля, составляет 14. То есть довольно ощутимое количество людей на первый взгляд его любят. Но отмечу, что люди как-то проще ставят огонь или хорошо режиссерам. И довольно неохотно ставят ужасно, плохо. Из-за этого вот вроде мы такие 14 у него индекс огня, да, офигеть. Но это всего лишь 73 или там 74, я точно не помню, вот тут будет написано какое точное место, в нашем общем рейтинге. И, ну, наверное, это невысокий показатель, да? И за все это давайте ему выдадим достижение «Горящий уголек». Ненависть к режиссеру граничит с любовью. О, ребята, сейчас состоится акт вселенской справедливости, и мы будем отдавать дань уважения Питу Доктору. Судя по его индексу популярности, который составляет всего 43, вы сейчас вас кликнули к кому? Но, во-первых, его индекс огня составляет 55, а во-вторых, когда вы услышите, каким работам он приложил свою руку, вы побежите, если бы была такая возможность, менять свое с «не знаю» на «огонь» или как минимум «хорошо». Это человек, который многим из нас сделал детство чуть счастливее. Сначала он писал сценарий к двум первым частям истории игрушек, потом снял корпорацию монстров, потом разбивал наше сердечко мультфильмом вверх и закрепил это дело головоломкой и недавней душой. А также приложил свою руку еще к огромному числу проектов Pixar. Он флагманский сотрудник этой студии. Ну и, наверное, самый непопулярный, да, это удивительно, но факт. Многие из вас его не знают, но хотя бы 43% из вас его знают. А другие режиссеры, мультипликаторы, вот вы сможете их назвать? Хотя бы по пальцам одной руки можно пересчитать тех, кого вы знаете и те, кто делает мультипликацию? Я сомневаюсь. И это, конечно же, ужасная несправедливость. Интересно, кстати, что было время, когда Пит работал с Хаяо Миядзаки. Может, вообще все участники нашего сегодняшнего рейтинга так или иначе пересекались. Доктору хочется выразить безграничный респект за его работу. Он неизвестен на весь мир исключительно из-за того, что он в едином пространстве вообще не активен. Но задача таких каналов, как наш, рассказывать вам о таких людях, которых легко упустить из виду, но которые вообще-то очень важны для мира кино. Для меня, кстати, немного удивительно, что мы обнаружили, что чем младше был респондент, тем лучше он относится к доктору. Хммм... Странно. Пиксар все-таки делает не то, чтобы мультфильмы исключительно для детей, наоборот, там много смысла для взрослых. Но против статистики не попрешь. И давайте выдадим достижение такое этому режиссеру. Счастливое детство, которое он обеспечил и мне, и наверняка многим из вас, а также многим, у кого именно сейчас проходит это самое детство. Шаги от угольной призовой тройки расположились сестры, они же бывшие братья Вачовски. Люди, которые подарили нам одну из интереснейших франшиз, но которые сейчас не очень-то уважаются. Но давайте обо всем по порядку. Индекс популярности. У них 98. Что неудивительно в целом, это одни из самых популярных киношников, которые сменили пол. Ну, по крайней мере, до недавнего времени. Индекс угля у них же... Опять 7. Опять считаем знаки после запятой, и оказывается, что теперь уже на 0,2 у них больше, чем у фонтриера индекс угля. Не думал, что нужно объяснять, что причины хейта к людям две. Первая и главное, ну, в нашей стране на уровне государства прицается смена пола. Вторая причина, Лана уже без своей сестры сняла четвертую часть Матрицы, и это была полная фуфлыга, которую разгромили все, кому не лень. Но проколы же бывают у всех, и все почему-то Вачовски воспринимают исключительно по франшизе Матрица, но у них были другие совместные и отдельные проекты, и вполне успешные. В частности, Облачный Атлас, который многими уважаются, очень изобретательный сериал Восьмое чувство, а еще они были сценаристами Ви, значит, Вендетта. Так что я бы их фильмографию отмечал больше с положительной стороны. Были не самые удачные, конечно, восхождения Юпитер, Спиди Гонщик, но позитива все же больше. И есть люди, которые со мной согласны, потому что индекс огня составил 8. Также мы обнаружили корреляцию между возрастом и любовью к Вачовски. Соответственно, чем старше был респондент, тем больше он их любил. Опять-таки, пик популярности у них пришелся на конец 90-х, начало нулевых, Матрица, и все логично. Мы не очень придумали, какую им дать за эту премию. Я не знаю, что там, мудрый зритель, еще что-то. Давайте им дадим премию Фантазер. Потому что я иногда поражаюсь, что им приходит в голову. Фантазер, ты меня называла! И открывает нашу призовую огненную тройку Дэнни Вильнёв. Человек, который сейчас на хайпе и просто шедевр за шедевром клепает. Может быть, у кого-то есть претензии к недлительности его фильмов. Но в визуальном плане это просто бог кинематографа. И индекс популярности и огня, соответственно, составили 98 и 57. Обожаю Вильнёва. В том числе за то, какие у него разные проекты представлены в фильмографии. Тут есть и душераздирающая, остро-социальная драма пожары про ужасы Востока. Есть цепляющий до мурашек триллер пленницы. Есть просто крышесносно красивый бегущий по лезвию 2049. А есть супермасштабная экранизация Дюна. Ну, просто на все руки мастер. И предлагаю сразу ему выдать такую ачивку. Меня не волнует, кто его там больше любит и все такое. Я настаиваю. Давайте сразу давать ему ачивку. Есть ощущение, что это тот режиссер, который вот-вот должен получить Оскар. Да, скорее всего, не за продолжение Дюна. Но я вот прям уверен, что он уже имеет достаточно веса для того, чтобы следующий его успешный авторский проект принес ему долгожданную статуэтку. Сейчас же отмечу, что про Вильнёва тяжело говорить что-то в негативном ключе. Им скорее хочется лишь восторгаться. В части интересных фактов давайте отметим, что Вильнёва все же чуть больше любит более насмотренные зрители. Что неудивительно, у него есть такие авторские проекты, которые вряд ли обычно зритель до них доберется. Ох, ну я знал, что рано или поздно это произойдет, и мы доберемся до Шьямалана. Вот уж где человек, который частенько вот захватывает зрителя своими этими крутыми концептами, которые потом так разворачиваются, что зритель сидит и не понимает вообще... Чего? Индекс популярности у него составляет 95. На самом деле, выдающаяся цифра для человека, который по голливудским меркам снимает за 3 копейки. А индекс угля составил 8. Наконец-то мы отошли от этой цифры в 7. Главная работа, которая подарила Шьямалану известность и возможность проворачивать свои бесконечные эксперименты, это шестое чувство. Дальше все тоже шло неплохо. Были неуязвимые знаки, таинственный лес. Но перелом — это экранизация легенды об Анге, которая у нас называется «Повелитель стихий». Ох, и выгреб же режиссер за загубленную экранизацию, да. Потом ему еще пришлось несколько лет от этого отходить. И вот дальше у Шьямалана есть настойчивое желание вот как-то запутывать зрителей как-то. А все не так, как вы думаете, а вот тут вот такой вот неожиданный поворот. Но зачастую вот эти вот неожиданные повороты можно описать как... Я уже неоднократно говорил, что для меня этот режиссер ушел куда-то не в ту сторону. Мне тяжеловато смотреть его работы. Мне нравится шестое чувство, но вот все остальное, что я видел... Короче говоря, он снимает много проектов не для таких, как Владимир. Это не значит, что таких проектов существовать не должно. Это просто значит, что я такое смотреть не хочу. Ну и много людей, которые все это смотреть хотят. В частности, Индекс Огня прямо об этом и говорит. Есть еще один интересный факт. Оказывается, Шьямалана больше любят женщин. Признавайтесь, у него есть какая-то индийская магия. Он вас подкупил благовониями. Я не знаю, но знаю одно. Давайте ему за это выдадим достижение. Какое достижение мы ему выдадим? Обольститель женских сердец. Вот, я сформулировал. Я не знаю, где тут логика и вообще. Я вошел в раж придумывания достижений. Меня теперь не остановить. Невероятная борьба за первое место развернулся. И вот прямо в малюсеньком шажочке остановился Квентин Тарантино. И он все же на втором месте нашего огненного рейтинга. Индекс популярности у него 100. 100 просто выдающийся результат. То есть все 2500 опрошенных респондентов, каждый из них знает, кто такой Квентин Тарантино. Да, у нас киношная аудитория, нужно признать. Но все равно офигенный показатель. Индекс огня у него 66,7. И сразу говорю с десятыми, потому что отрыв, ну прям вот такусенький. И чтобы вы понимали, сразу называемся десятым. Сложно описать величие этого режиссера. Он популярен просто потому, что снимает много и качественно. Не так, конечно, много, как Вуди Аллен. У него не каждый год выходит фильм. Но очень много, учитывая качество проектов. Начинал он с бешеных псов, которые вышли отпадными. Потом было криминальное чтиво, которое стало его эпохально работать. Две части убить Билла, бесславные ублюдки, омерзительная восьмерка, однажды в Голливуде и еще несколько отличных фильмов. Без понятия, где он находит мотивацию клепать шедевр за шедевром, но делает он это чертовски стабильно. Зритель любит режиссера буквально за все. Причем у него уже такой кредит доверия, что мне кажется, даже если он снимет шляпу, все будут говорить, как на самом деле эта шляпа хороша. Но я без намека на хит. Он заслужил такое отношение к себе. И очень надеюсь, что режиссер будет снимать еще долго. А то вот это заигрывание с аудиторией про последний фильм и все такое. Такого мастера мы должны уговаривать снимать еще. В части корреляции я бы отметил не то, что мужчины больше любят Тарантино и даже не то, что более насмотренный зритель его больше любит, а то, что независимо от возраста его любят одинаково. И поэтому выдадим ему достижение «Наша любовь». Как говорится, любви всего возраста покорны. Ну и признавайтесь, вы его ждали. На втором месте в нашем угольном рейтинге расположился Майкл Бэй. Поразительный хей для меня. Точнее, поразительно незаслуженный, на мой взгляд. Но давайте обо всем по порядку. Знают Майкла 94 человека из 100, а индекс угля у него составил 10, что опять же не очень много, но мы опять возвращаемся к этим разговорам, что мы изменили формулы. Вообще люди не часто ставят ужасно. Тем не менее. В первую очередь Бэй известен, конечно, по франшизе «Трансформеры». И как часто это бывает, когда ты становишься невероятно популярным, демонстрируя взрывной рост, вместе со славой приходит и волна хейта. По большей части я бы сказал, что это хейт от так называемой элитарной аудитории, которая говорит, что Бэй просто делает красивые взрывы, вот эти галиповый монтаж, сотни сменяющихся планов, и вообще все эти машинки для детей. В целом, в этом много истины. Но я не понимаю, в чем тут проблема Бэя. Он просто обнаружил нишу, которая никем не занята, и оказывается, в этой нише вы. И многие люди вокруг нуждались. Он просто зашел и греб деньги. Причем помимо «Трансформеров», которые к концу неизбежно скатились, он же снимал и две части «Плохих парней», и «Неплохую скалу», и «Перл Харвел», и «Армагеддон», в конце концов. Короче, есть что хорошего вспомнить. Этот человек просто мастер экшена. Сейчас от этого жанра чуть устали, судя по всему, и хотят передышку. Последние проекты вроде «Призрачной шестерки» и скоро не впечатлили зрители. Но я уверен, что Бэй еще вернется с крутым проектом. Кстати, если вы думали, что к Бэю лучше относятся те, кто менее насмотрен, то как бы не так, мы обнаружили другую корреляцию. Бэй любит мужчины, причем чем старше, тем больше. И мы ему выдаем достижение «Машинка для взрослых». Потому что мужчины — это взрослые дети, и всем нам порой хочется просто посмотреть кино про машинки. Хочется закончить на позитиве, поэтому давайте объявим режиссера, который занял первое место в угольном рейтинге. И тут, увы, бол. Вот у него прямо сочнейшие результаты. Знают его не так много, индекс популярности у него 48, но вот кто знает, те плюются во все стороны. Индекс угля у него 28. По нашей формуле, это прямо выдающийся результат. Если кто вдруг не знает, увы, бол — это специалист по абсолютно ужасным экранизациям видеоигр. И специалист по кассовым провалам. Он снял такие шедевры, как Постел, Фаркраистелем Швайгером, Веми Короля со Стэтхэмом и много чего еще. Просто для ознакомления. Откройте его страничку на КП, там буквально все в красной зоне. Причем прямо в ее подвале. Оценки 2 и 3, там нередкие гости, а бывают и единицы. Стоит отметить, фантастическое мастерство, это нужно еще постараться. И мне кажется, у него уже есть какой-то спортивный интерес, чтобы побить свои рекорды. Только не в части лучших результатов, а в части худших. И он, кстати, раньше Ворнеров открыл удивительно. Расходы на провальные фильмы можно списать, как налоговый вычет. И тем самым, для инвесторов он предстал довольно выгодным вариантом. Я не бухгалтер, чтобы разбираться в его темных схемах, но там явно что-то не так. А уж любители компьютерных игр просто ненавидят этого персонажа, потому что из-за его экранизации у многих возникает ощущение, что компьютерные игры это фигня какая-то. Блин, ну вот победитель у нас сегодня достойный. Вот прям спасибо мужику, вот прям спас вот этот наш угольный рейтинг, потому что все как-то были чуть-чуть захеечены, даже неинтересно было рассказывать, а тут прям образец захееченного кинематографиста. И мое самое любимое, его не любят от прям вообще все, неважно какого вы возраста, какого вы пола, насколько вы насмотрены в кино, все из вас его не любят одинаково. И поэтому мы ему даем достижения специалист по углю. И знаете, если будете плохо себя вести на Новый год, получите новый фильм у Вебула. Ну и наш победитель, как многие из вас наверняка уже догадались, потому что вы находитесь на канале Кино Огонь, и мы можем рассказывать про много режиссеров, про много фильмов, но побеждать всегда будет один человек. И это Кристофер Нолан. Правда, в этот раз ему пришлось прям попотеть. Индекс популярности у него также 100. Правда, если быть зануд, то на самом деле 99,8, и пара человек его все-таки не знает. А вот индекс огня 66,9, то есть всего 2 десятых между ним и Тарантино. Вот это борьба, вот это накал. Что тут сказать? Есть ощущение, что вы лучше меня знаете, почему Нолан так любим. Он снимает в основном массовое кино, но делает это очень изобретательно. Каждый раз заигрывает с формой, придумывает какие-то сюжетные фишки и очень изобретательно снимает. Правда, все это не нравится академикам, и они его проекты упорно катают на премиях, но всем уж не угодишь. Главное, что знаю я, что знаете вы, что знают вообще все. Нолан, он же Нолан, гений. И мало того, что снимает человек крут, так он еще из каждого своего анонса выжимает максимум. Посмотрите тизер Опенгеймера, если не видели. Вот как надо рекламировать свое кино. Мы на Киноогонь, конечно, предвзято. Для нас каждый фильм этого режиссера праздник, но все же приятно сознавать, что вы с нами на одной волне. И опять-таки показательный тот факт, что победитель у нас абсолютно. Его одинаково любят люди разных возрастов, полов и насмотренностей. За это мы даем ему достижения вне пространства и времени. Вот уж кому оно идеально подходит. Это видео подходит к концу. Но не спешите его выключать, вас ждет самая сочная и красочная его часть. Инфографика с подведением итогов. Начнем с 20 самых популярных режиссеров. Из интересных людей, которые не попали ни в один наш список, это Спилберг и Кэмерон, которых само собой знают все. У Дель Торо вот удивительно для меня довольно высокий показатель, но я все же даю это наутку потому, что недавно у нас вышло противостояние с ним и Бертоном. Снайдер сюда само собой попал, Джордж Лукас. Душевно такой список вышел, одним словом. Кстати, вы очень просили в комментах говорить о тех, кто расположился в самом низу списка. Так что вуаля, вот вам не двадцатка, но гордая пятерка наименее известных режиссеров. Самыми неизвестными стали Асгар Фархади и Барри Дженкинс. Ну и наконец, давайте взглянем на огненной и угольной двадцатки и посмотрим, кому прям совсем чуть-чуть не хватило, кому прям сильно не хватило. Короче, посмотрим на всех. Эдгар Райт стал восьмым в рейтинге огня. Очень обидно и очень удивительно все же, что он настолько высоко. Он опередил даже Уэсса и Гая Ричи. Вот уж кого я ожидал увидеть в основном списке. Примечательно, что Кэмерона нет даже в двадцатке. Он расположился аккуратно на двадцать первом месте. Предполагаю, его аватару это не помешает собрать безумные деньги. Но если посмотреть на пятерку тех, у кого индекс огня минимальный, то тут будут схожие результаты с теми, кто попал в 20 угольных персон. Наименее огненным режиссером стал Барри Дженкинс, обладатель Оскара за лучший сценарий, между прочим. Ну а вот уже непосредственно угольная двадцатка. Многострадальный Барри Дженкинс был в шаге от попадания в основной список, как и Джей Джей Абрамс. Удивило высокое место Дэвида Йейтса. Вероятно, за последних тварей люди на него приобиделись. Из-за внимательного Оливер Стоун Тер Уир. Блин, мы тут внезапно навалили на его фильмографию, и я очень доволен, что хоть как-то его можно выделить. Почти никто о нем плохо не думает. Еще из интересных фактов мы опрос проводили в три захода, и, признаться честно, я случайно добавил два раза Роберта Зимекиса, что занимательно. Во второй раз его стали узнавать чуть реже, а любить прям заметно меньше. Индекс огня упал на пять пунктов. Но все же за основу мы брали результаты первого опроса, но он все равно особо никуда не попал. Также мы у вас спрашивали, как вы предпочитаете смотреть фильмы, и потом не смогли особо никак это использовать, никакую корреляцию не проводили, но если вам интересно, то вот показатели в основном вы смотрите в онлайн-кинотеатрах. В целом, логично. Интересно было бы сравнить с показателями вот до пандемии и до того, как все фильмы пропали, как часто там вы смотрели в кинотеатрах, но, к сожалению, такой статистикой мы не обладаем. Вот такое вот получилось видео. Пишите в комментариях, продолжать ли наш статистический поход и про кого дальше у вас спрашивать. Но у меня на этом все. Огнай, пока!